Моя улитка очень внимательно наблюдала за всеми манипуляциями, которые я делала с ее яйцами. Вы на канале Мои Путешествия. С вами Галина и это плейлист про животных. Видео о том, как моя улитка охотина вновь преподнесла мне сюрприз. Сегодня у меня по плану была уборка контейнера у моей улитки охотины по имени Альбина. Но утром я увидела, что моя улиточка вновь полностью зарыта в субстрате. Она это делает очень редко. Обычно спит на поверхности субстрата, а тут она вдруг вся зарылась в субстрат. Последний раз она это делала 31 августа, когда отложила первый раз яйца. С того дня прошло 37 дней и ни разу в течение этого времени я не замечала, чтобы она полностью зарывалась в кокосовый субстрат. И сегодня мне это показалось подозрительным. Я решила посмотреть, как моя Альбина себя чувствует в своей кроватке под слоем кокосового субстрата. Когда я приподняла контейнер, я была шокирована увиденным. Опять на дне контейнера я нашла свежую кладку яиц. И яиц опять очень много. Сегодня вновь она решила стать мамой или папой. У них не разберешь. Хотя если улитка отложила яйца, значит она является мамой. Но улитки-охотины гермафродиты. Поэтому каждая улитка является и потенциальной мамой, и потенциальным папой одновременно. Если после любовных отношений улитка не откладывает яйца, а такое случается, значит она папа. А если улитка отложила яйца, значит она мама. Бывает так, что после отношений обе улитки откладывают яйца, следовательно обе становятся мамами. Я решила пока Альбину не тревожить и подождать, пока она сама вылезет из кокосового субстрата. Если в течение ближайших часов она этого не сделает, то придется вытащить ее и извлечь яйца. Но вот я увидела, что Альбина начала проявлять активность и высунула голову из раковины, но быстро спряталась. Возможно увидела близко объектив моей камеры. Альбина за весь день так и не вылезла из кокосового субстрата. И вот уже 9 часов вечера, и уже пора вытаскивать яйца, мыть их и отправлять в морозильную камеру. Сейчас я немножко разгребу субстрат, чтобы докопаться до яиц. Вот они, беленькие, как жемчужинки, яйца моей Альбины. 37 дней назад Альбина отложила 316 яиц. И мне стало интересно, сколько же яиц на этот раз. Возникает вопрос, как часто улитки-охотины могут откладывать яйца? Ведь моя Альбина больше месяца после первой кладки не была в отношениях с другими улитками. В своем контейнере она живет одна, рядом других улиток нет. Откуда взялась эта вторая кладка? Продолжаю откапывать яйца. Вот она, наша мамочка, и вот ее яйца. Надо их извлечь, чтобы не побеспокоить Альбину. Интересно, сколько яиц она отложила сегодня? Альбина заинтересовалась тем, что же происходит вокруг нее. И высунула голову. И видит, что я успела вымыть ее контейнер. Положила ей свежую еду и обязательную кальцевую смесь для восстановления. Ведь на формирование скорлупы яиц улитка расходует много кальция. В принципе, можно уже вылезать и подкрепляться после такого труда, когда она отложила столько много яиц. Но Альбина не торопится это делать. Она решила посмотреть на своих будущих детей. Сколько же их у нее? Сейчас надо яйца вытащить и посчитать. Под пристальным наблюдением Альбины перекладываю отложенные ею яйца в другой контейнер. Она наблюдает внимательно, как я это делаю. Хотя навряд ли у нее есть какие-то мысли о том, что эти яйца имеют какое-то отношение к ней. У Ахатин материнского инстинкта нет. Но Альбина смотрит. Глаз свой направила в сторону яиц, а глаза у нее находятся на стебельках. Альбина решила посмотреть, где теперь ее яйца. Словно хочет убедиться, что все они в целости и сохранности. Любопытная, однако. Вот такие яйца улитки Ахатины. Я их отмыла, высушу и положу в морозилку. Они похожи на куриные, только очень маленькие. Но скорлупа такая же прочная, как у куриных. Вот я для масштаба положила линейку. Видно, что длина одного яйца примерно 3-4 мм. То есть, меньше половины одного сантиметра. В этой кладке оказалось 217 яиц. Вот теперь я и думаю, когда же в следующий раз моя Альбина отложит яйца? И отложит ли? Ведь у нее для отношений нет партнера. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи в моем следующем новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok